Итоги уходящей пятницы подводит наши корреспонденты. Я Николай Силков. Смотрите сейчас. Скоро в школу в сентябре около двух с половиной тысяч маленьких пубручан сядут за парты впервые. Проведен косметический ремонт учебных кабинетов. Как за лето преобразились гимназии и школы и какая тема первого урока. Пенсионерка кричала с балкона на третьем этаже. Спасатели рассказали подробности ЧП на Ульяновской. В результате пожара повреждено имущество в кухне. Как действовали пожарные. Два гола за 70 минут полузащитника Белшины признали лучшим игроком 21-го тура футбольного чемпионата Белоруссии. А также награды матерям, выплаты к школе и возвращение лета. Ненастья сменила безоблачная и теплая погода. Надолго ли тренд? Спасатели рассказали подробности ЧП на Ульяновской. Дым на третьем этаже и человек на балконе. Эту картину увидели сотрудники МЧС, поднятые по тревоге. Действовать начали незамедлительно. Развернули трехколенную лестницу, поднялись на балкон. В коридоре муж сообщила 79-летняя женщина. Спасатели обнаружили мужчину и вывели его на лестничную площадку. Используя маску для спасения, эвакуировали и пенсионерку. Бригада скорой медицинской помощи осмотрела супругов. Состояние у обоих было удовлетворительным. В результате пожара повреждено имущество в кухне. Закопчены стены и потолок в квартире. Эвакуация из подъезда не производилась. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Вчера также было зафиксировано возгорание в Бобруйском районе. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь на решение наболевшей проблемы? Есть эксклюзив. Корреспонденты Бобруйск-360 готовы уехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Школьная пора. 1 сентября без малого 2500 маленьких бобручан сядут за парты впервые. Для учащихся проведут урок, посвященный теме «Я вырос здесь и край мне этот дорог». Занятие призвано сформировать у подрастающего поколения чувство гордости за достижение независимой Беларуси. Воспитать гражданскую ответственность, инициативность и творческую активность пояснили в Минобразовании. Содержание будет сфокусировано на осмыслении понятия «малая родина» и ее значений в жизни каждого человека. Ранее все школы и гимназии города получили паспорта готовности, исправность системы пожарной безопасности, состояние мебели и оборудования, чистота. Межведомственная комиссия проверила учреждения среднего образования на готовность к новому учебному году. Во всех школах, гимназиях нашего города, учреждениях дошкольного образования проведен косметический ремонт учебных кабинетов. Комиссия отмечает креативные решения некоторых учреждений образования, поэтому по приходу 1 сентября в учреждения образования наши детки будут довольны и счастливы в новых уютных комфортных кабинетах. Белагра переносится награды матерям и выплаты к школе. Размер помощи многодетным и малообеспеченным семьям уже составил более 7 миллионов рублей, куда обращаться за единовременным пособием. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Выставка «Белагра-2020» переносится с 29 сентября на 4 октября. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Александр Суботин. Ежегодный форум традиционно объединяет агрария со всего мира. На нем представляют последние технические новинки и достижения отечественных производителей. Размер помощи многодетным и малообеспеченным семьям на подготовку к школе уже составил более 7 миллионов рублей. Средний размер выплат на ребенка – 54 рубля, на семью – 112. Выплаты уже получили почти половина нуждающихся. За деньгами нужно обращаться в местные органы власти. «Белавия» продлевает приостановку рейсов по некоторым направлениям. Вену по 15 августа, Ригу по 16 августа, Ларнаку по 31 августа, Ашхабад по 1 сентября. В Россию воздушные судна не будут летать до 21 августа. Вернуть деньги или заменить дату вылета можно до 30 марта следующего года. Орденом матери награждены 112 жительниц Брестской, Гродненской, Могилевской областей и Минска. За рождение и воспитание пяти более детей отмечены представительницы различных сфер деятельности, работницы предприятий промышленного и сельскохозяйственного профилей, организаций торговли и связи, учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания населения и культуры, домохозяйки. В Беларуси завершается прием заявок на участие в национальном отборе на Детское Евровидение 2020. 15 августа – последний день. К участию приглашаются коллективы и солисты от 9 до 14 лет. Конкурсные композиции должны быть на русском или белорусском языке продолжительностью не более трех минут. Финалистов проекта определят не позднее 24 августа. Полузащитник Белшины Дмитрий Рекиш признан лучшим игроком 21-го тура футбольного чемпионата Беларуси. В победной домашней игре со Слуцком спортсмен провел на поле 70 минут и дважды поразил ворота соперников. Дмитрий Рекиш перешел в танк красно-черных этим летом, игрок-воспитанник Бобруйской футбольной школы. Напомним, сейчас в чемпионате пауза. 21 августа Белшина на выезде сыграет против чемпиона Брестского Динамо. Разворот на 180 градусов. Погода к концу недели порадовала белорусов. Еще вчера на улице было ненастье. Сегодня в город на Березине вернулось лето. Днем и вовсе потеплело до плюс 20. Надолго ли тренд? Анастасия Пахлестова. На выходных в стране будет облачно. Иногда выглянет солнце. По северо-востоку возможны кратковременные дожди. Ожидается усиление ветра от слабого к умеренному. В воскресенье ночью и утром опустится слабый туман. В субботу по западу воздух прогреется до плюс 28. В воскресенье в страну придет теплая воздушная масса Западной Европы. По данным Белогидромета, Березина, несмотря на небольшие осадки, все еще остается непригодной для судоходства. В Калифорнии бушует крупный лесной пожар, который угрожает 5,5 тысячам строений. Три здания уже разрушены. На борьбу с огнем брошены силы более тысячи спасателей. В тушении сдействованы три вертолета. Пламя охватило свыше 4000 гектаров леса. Жители экстренно эвакуируют. Причина возникновения пожара пока неизвестна. В Шотландии сошел с рельсов пассажирский поезд. Погибли по меньшей мере три человека. Еще несколько получили травмы. Предполагается, что причиной крушения стало наводнение. Накануне на этот район обрушились мощные грозы. Был зарегистрирован оползень. Завтра в Бобруйске ожидается переменная облачность. Осадки не прогнозируются. Ветер юго-западный 1,3 метра в секунду. Днем столбик термометра покажет плюс 23. Ночью опустится до 15 со знаком плюс. В воскресенье в городе на Березине потеплеет до 26 градусов выше 0. Ночью от 17 тепла. Анастасия Пахлёстова, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Следите за новостями в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!